страна fm и спорт экспресс представляют стране о спорте лайф дорогие друзья доброе утро в студии лиза калинина никита некрасов и сейчас мы вновь спорт о спорте у нас страна о спорте у нас в гостях сегодня шеф-редактор отдела информации зальцкого дома спорт экспресс олег шманаев олег здравствуйте спасибо огромное что вы к нам пришли у нас сегодня главная тема дня это конечно не участие отчасти отстранения наших спортсменов от олимпиады 2018 года в пхенчхане много подробностей мы хотим от вас услышать ну во первых все решается вопрос наши ребята могут поехать только как единицы самостоятельные выступать под нейтральным флагом да но не совсем под нейтральным они выступают под олимпийским флагом и официально называются олимпийский атлет из россии из россии да россию не представляет россия не представляет вот это уже окончательно они написали письмо вчера президенту мог антону собаху с просьбой отменить это решение ну понятно что уже назад дороги нет скажите а вот я я слышал что сильные мира сего тоже пишут тебе различные письма в олимпийский комитет и руководителем этого олимпийского международного комитета вообще в принципе насколько это сейчас резонно или это сотрясание воздуха не ну безусловно какое-то давление оказать надо до показать что мы не согласны с этим решением и мы будем писать во все инстанции там заканчивая спорт лото там и так далее но но надо понимать что это решение очень долго оговаривалось месяцами месяцами шли переговоры и обратно дороги нет просто это будет смешно да если сейчас что-то пересмотрится то есть это повод для компромиссов не все то есть не полностью дисквалифицирована сборной россии все-таки название россии присутствует в названии атлетов сначала была информация что просыпать нейтральный флаг будут выступать команды хотя изначально нейтральный статус не предполагает выступление команды стафет и так далее то есть мог пошел нам навстречу в каких-то вопросах и как бы ну сейчас глупо говорить что вот мы теперь байкотируем и все такое прочее в том числе это и наши пожелания были которые мог учел олег скажите ну вот мы дальше продолжим именно про олимпиаду говорить и об этой ситуации но прошла новость что будут рассматривать еще и допинг пробы наших футболистов вот так о футболе всего того что мы сегодня глобально не разговариваем но каким образом это может повлиять на наш чемпионат 18 года мира чемпионат мира до 18 года но сложно сказать то есть зависит от того как поведет себя международная федерация футбола фифа потому что как в себе вел мог мы все знаем и наши спортсмены пострадали там на основании косвенных каких-то улик царапин на пробирках доли в пробах и так далее то есть если до этого дойдет понятно что там главным аргументом будет изучение вот этой базы который мог похитила в россии всемирное антидопингового агентство похитила в россии если выяснится что там подменили подменили пробы каких-то футболистов наших а как известно григорий ротченков наш беглый информатор вада рассказывает о том что он всю сборную россии по футболу в четырнадцатом году исследовал ну поверить то что там у всех меняли пробы и всех были положительные пробы я не могу чисто теоретически там могут быть какие-то несовпадения тем более что достоверность этой базы данных тоже неизвестно она похищена но что с ней произошло дальше кстати там поправить какую-нибудь цифру в компьютерном файле это там дело одной минуты естественно покорябать пробирочку вообще ногтиком да две а то и все 34 друзья да если 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 вдруг что-то такое выяснится то возможны тяжелые последствия в плане дисквалификации российских да мы продолжим совсем скоро после музыкальной паузы оставайтесь на друзья это телерадио канал страна фэмли с калина никита некрасов по-прежнему здесь у нас в гостях сегодня шеф-редактор отдела информации издательского дома спорт экспресс олег шаманаев разговариваем о мог а всей этой ситуации которая связана с большим скандалом разразившимся олег у меня к вам вопрос вот мог выпустили бумагу в которой содержится пункты которые россия обязана выполнить я слышал что невыполнение одного хотя бы одного из этих пунктов грозит нам грозит нам дальнейшими санкциями которые могут там и год и два и так далее и зацепить и летнюю олимпиаду и может быть даже еще и следующую зимнюю какие это пункты скажите пожалуйста там пункты в основном связаны с признанием разных нехороших дел в которых нас обвиняют знанием дисквалификации наших чиновников и так далее в принципе вот таких жестких требований которые предъявляла нам всемирный антидопинговый агентство признание государственного заговора там и так далее вот в этом документе нет к счастью или требования отставки там наших определенных чиновников тоже нет то есть требования такие достаточно формальные принципе если дело не зайдет какой-то тупик если от нас не будет требовать чего-то нового в принципе не вижу ничего невыполнимого в том что требует от нас мог но вот я слышал такое такую реплику что допустим там одним из пунктов является выплата нашей страной 15 миллионов долларов да если я не ошибаюсь 15 миллионов долларов так вот слышал высказывание спортивного эксперта и он говорит если мы выплачиваем эти 15 миллионов долларов то мы признаем себя виновными если мы не выплачиваем то мы подвергаемся сайт санкциям дальнейшим то есть у нас здесь в этом плане выбор то такой из двух зол то есть либо сказать да мы виноваты вот вам ваши деньги либо повести себя гордо сказать не будем вам платить но поплатиться дальнейшим участием больших спортивных состязаний нет но тут нужно понимать что во первых мы уже извинились за определенные нарушения наш глава олимпийского комитета александр жуков уже официально извинился перед мог за за допинговые нарушения которые были дать в россии то есть в принципе но уже мы частично признали себя виновными и тут уже как бы бесполезно оправдываться и 15 миллионов надо понимать что это компенсация мог требовать компенсацию за расследование сделали и плюс на учреждение нового анти допингового агентства которые будут альтернативой вады вот которые нас пинают уже эти год подряд то есть это частично и нам же плюс да у нас не получается ставить отношения с канадцами которые засели вада вот попробуем с европейцами которые новым анти допингового агентства и на наши деньги а я слышал что-то в англо открывается открывается что какая-то лаборатория которым кого не будет подконтрольно это та самая лаборатория который руководил григорий ротченко и переводят просто из под подчинение министерства спорта подчинение университета вроде как она будет более независимой в этом в этом контексте и так друзья пишите вы свои вопросы группа вконтакте страна fm ватсап вайбер 909 928 1 89 и 9 если болит ваше сердце за наших спортсменов если есть вопросы которые касаются олимпиады 18 года задавайте пожалуйста я думаю олег шманаев наш эксперт с удовольствием ответит прокомментирует 909 928 1 89 и 9 и группа вконтакте страна фм а мы сейчас послушаем рекламу песенку и обязательно к вам вернемся оставайтесь с нами доброе утро дорогие друзья телерадиоканал страна fm лиза калинина никита некрасов студии у нас в гостях сегодня шеф-редактор отдела информации итальского дома спорт экспресса олег шаманаев говорим сегодня наших спортсменах ситуация которая сложилась с олимпиадой 2018 года задавайте свои вопросы 909 928 1 89 и 9 ватсап вайбер а также группа вконтакте страна fm уже мы знаем что наши спортсмены ну вроде как должны поехать на олимпиаду следим за развитием событий вот скажите пожалуйста олег сейчас как вы оцениваете результаты ну кто точно пойдет когда по видам спорта кто на самый такой чистый ну вот фигурное катание может поехать да нормально у них вроде более-менее все что еще самый пострадавший скелетон по моему да бобслей сильно пострадал у них очень много спортсменов конкретно способных дискортицированно и а если не получится оспорить это решение то скелетоне будет тяжело что-то бороться но надо понимать что мог совершенно не обязательно пригласить всех лучших но да то есть это такой как закрытый клуб сейчас получился то есть кого они хотят того и приглашать надо пояснить мне кажется нашей аудитории что теперь мог они как бы делают приглашение тому или иному спортсмену да точно еще не разработана схема да то есть может быть такая схема когда будут подавать заявки они будут рассматривать а может быть схема вот как они просто присылать персональные приглашения и кому не прислали но просто мы не хотим да мы не хотим вас видеть и все и оспорить это будет очень тяжело значит видно что они будут приглашать тех людей которые могут сделать им рейтинг частности на фигуристов евгению медведеву и лену загитова будут приглашать я думаю что но это очень странно если не не пригласят ну да то есть я тогда вообще не понимаю то есть по какому принципу о чем тогда речь вообще зачем тогда россию вообще отпускать туда чтобы посмеяться как мы проигрываем что ли или чё то есть как бы коммерческие интересы диктуют приглашение каких-то людей каких-то звезд мы все знаем что там корея рядом япония которые супер популярны фигурное катание тоже очень популярны коньковые виды спорта и как бы логично пригласить и конькобежцев наших и шертрек викторан который уже сказал что поедет однозначно если как бы если есть есть логика в этом какая-то но последнее время настолько много всего безумного происходит что тут как бы на сто процентов гарантировать невозможно а с хоккеистами наши как дела с хоккеистами вроде как все хорошо и международная федерация нас поддерживает и другие сборные даже поддержали то есть принципе ну есть другой вопрос что это очень странно командном виде спорта вроде как играет не россия но вроде как и россия и форма вроде тоже будет у них красная как обычная нас но только без шевронов вот так надо дописать просто красная машина все и всем все будет понятно мне кажется ни у кого никаких вопросов это очень странно все какое-то лицемерие такое а биатлон пятна мне очень понятно вроде было заседание вот совсем недавно где было сказано что продолжает выступать наши биатлонисты никаких претензий к ним нету даже квоты не сократили хотя было такое подозрение из допинг проб и комиссии лосфальда наверное пригласят я надеюсь что всех но это решает тоже не федерация международная мог что там какие-то раканы в головах этих людей лыжники у нас пострадали лыжники очень сильно пострадали да там дисквалифицирован отстранено временно пока достаточно много людей ну наша главная звезда сергей стюга слава богу пока в неподозрении и он претендент на на завод олимпиады практически во всех видах программы и мы надеемся что он туда поедет и все будет хорошо но сборную сильно пощипали и в мужской эстафете всем тяжело ну да друзья мы продолжим вскоре говорить о ситуации вокруг олимпиады 18 года в пхенчхане делаем это с шеф-редактором отдела информации издательского дома спорта экспресс олегом шаманаевым если у вас есть какие то вопросы пишите обязательно мы все вопросы переправим по нужному адресу оставайтесь с нами стране о спорте лайк доброе утро дорогие друзья как любит выражаться алиса калинина физкульт-привет и лиза калинина кстати здесь давай говори да доброе утро еще раз а где физкульт привет и у нас замечательный гость в студии шеф-редактор отдела информации издательского дома спорта экспресса олег шаманаев разговариваем про олимпиаду 18 года сериал смотрим так интересно я уже иногда отключаюсь от происходящих событий можно ли с вами обсудить слухи слухи это не проверенная информация абсолютно слышал даже не могу не помню откуда я это слышал слышал следующую вещь что нам же форма спортивная уже в нейтральном статусе предоставляет компания adidas нет нет там разные слухи ходят и в общем даже не важно что за компания делает эту форму в общем я слышал что еще до того как было объявлено официальное решение форма для нашей сборной для именно поездки в нейтральном статусе на олимпиаду уже была готова вы такое слышали нет я думаю что это все слухи то есть до сих пор непонятно какой экипировщик у нас же есть официальный экипировщик олимпийской комитета россии есть экипировщики у каждой федерации свои то есть непонятно сейчас кто-то может быть какие-нибудь бабушки там кемерово будут шить на коленках никто не знает было бы очень было бы очень и сэкономили бурановские не буранские буранские так уже популярны мы под говорили о том кто нас пострадал больше всех что делать вообще бабслею скелетонистом нашим в первую очередь судиться сейчас уже поздно что мы сейчас не успеем вырастить новых звездами мягко говоря поздновато но судиться пытаться стоять свои права ну и тем кто остался работать за себя из этого парня другого выхода нет просто остается это вообще несколько это очень мало времени до олимпиады я думаю успеем это все разрулить судами суды это долго но понятно что там не будет по ускоренной процедуре рассматривать наши дела что тоже не очень здорово потому что там это все как в запарке будет спортсмены будут волноваться переживать все одно дело ты точно знаешь что ты будешь выступать с другой дело что до последней секунды у нас же была история с велосипедистом с одним перед олимпиадой в рио когда там до последнего момента рассматривали его вопрос и когда ему наконец разрешили он физически не успевал привести велосипед свой в рио да то есть он просто тупо ему не на чем было ехать он в итоге отказался выступать потому что он просто не успевал очень обидно вот не исключаю что там тут никто не успеет перевести какие-то лыжи там или нет бог там что еще последний момент ну конечно они будут там готовы наверное она на все исходы здесь не от нас зависит ой в общем рейтинге олимпиады растут до ее начала еще ну по крайней мере в россии а вот всех на самом деле слушателей поклонников зимних видов спорта интересует вопрос будут ли показывать наши центральные телеканалы насколько продвинулись они в переговорах трансляция будет ли идти олимпийских игр у нас здесь думаю что по крайней мере окончательно информации не было была информация о том что не они не будут показывать если да 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 не будет поскольку наши там будут я думаю что ну тут сам бог велел я просто слышал что переговоры возобновились и слышал там на той еще неделе но очень часто переговоры затягиваются до последней секунды тут ничего сверхъестественного нет я думаю что решится опрос я не сомневаюсь ни секунды мы будем очень ждать друзья оставайтесь с нами задавайте свои вопросы в группе страна fm вконтакте нашему гостю это шеф-редактор отдела информации издательского дома спорт экспресс олег шманаев мы еще будем в эфире поэтому поспешите оставайтесь с нами друзья утро доброе физкульт привет лиза калинина и в гостях у нас шеф-редактор отдела информационного информации итальского дома спорт экспресс простите олег шманаев продолжаем разговор об участии наших спортсменов на олимпиаде в пхенчхане 18-м году надеюсь поедут у тебя были вопросы так вот я говорю что я долго долго формулировал его и забыл понимаешь ну понятно это как к последнему часу эфира к сожалению как головушка отказывает вот если еще раз вернуться к нашим хоккеистам их поддержали то есть все ребята едут точно на олимпиаду с ними никаких вопросов не будет или есть такая вероятность что тоже дискредитируют команду не ну там есть у нас денис зарипов который отбыл дисклификации по идее он попадает под критерий недопуска на олимпиаду но он не был принципе таким явным кандидатом сборная то есть может быть он бы так не поехал такой большой потери с остальными всеми вроде все нормально и мыльны формировать команду в отличие вот тут тут будет не персональное приглашение отдельным хоккеистом а приглашение всей всей команде да тут уже тренера в большем возможности для маневра отличие от индивидуальных видов спорта а тренеры тоже будут подписаны как тренер из россии но обычно я точно не знаю но скорее всего будет подписано что тренер команды олимпийских атлетов из россии а вот он олимпийские атлеты из россии интересно слушайте но ни у кого же больше такой ситуации нет на этой олимпиаде только с нами такая беда да все остальные сборные едут как едут ну если последний момент не никого не накажут ну что были же случаи когда олимпиаде в рио была проблема с катаром отстранили олимпийской комитет и они выступали под олимпийским флагом перед олимпиадой в сочи была проблема с индией они прямо в ходе олимпиады поменяли олимпийский флаг на на свой родной потому что никто тоже были проблемы с отношениями но надо понимать что это все организационные моменты а за допинг наказывают впервые в истории вот таким образом чем очень странным образом странно много вопросов по-прежнему да иногда мы и в плохом смысле первые оказываемся просто так обидно мне аж болит душа очень хочется чтобы наши ребята себя чувствовали комфортно вот мы все обсуждаем организационные моменты мы не судим сейчас какого спортсменам которые продолжают свои тренировки они ну хотя была уже ситуация в рио перед летней олимпиады это все вот сплошные истории слезы когда не знали поедут они или нет они то продолжают свои тренировки и мы еще не говорим про наших спортсменов которые в паралимпийских играх хотят принять участие вот с ними какая история паралимпийца будет принимать решение через неделю и так не поехали на летнюю они по-прежнему дискалифицированы там поменялось руководство международного паралимпийского комитета есть надежда что позиция изменилась хотя они по-прежнему требуют от нас признание государственной системы поддержки допинга в отличие от ног если они упрутся то может быть даже нейтрального флага не не быть для паралимпийцев они могут пропустить также как олимпиаду в рио жуть вот что хотел спросить я вспомнил вернулась ушла мысль вернулась кто-то из наших спортсменок сказал я к сожалению не помню фамилию что скорее выбросит медаль свою на помойку нежели отдаст международный олимпийский комитет чтобы эту медаль и и это же по моему насколько я знаю один из пунктов той самой бумаги чтобы все медали были отданы переданы в мог вот в этой ситуации такого жесткого требования нету но есть как бы в целом обязанность со стороны олимпийского комитета россии посодействовать передачи этих медалей но надо понимать что после того как их отобрали то это не более чем просто какая-то там кусочек металла когда то есть это не не имеет при этого того символического значения которые в принципе ничто не мешает олимпийском комитете нужно напечатать новые медали или там что там не вытачивают и вручить другим спортсменам в принципе тоже конечно кошмарная ситуация там за последние несколько лет пересмотрено порядка ста медалей в разных видах спорта зимние и летние олимпиады но это уже какой-то цирк там обмен как марками не меняется да там и медалями меня ну то есть ну это несерьезно на мой взгляд но мы еще успеем поговорить не прощаемся с вами друзья скоро вернемся у нас еще один выход так что оставайтесь с нами а это утро на телерадиоканале страна фэмли закалинин никита некрасов и еще несколько минут мы сможем поговорить с нашим гостем зовут олег шуманаев это шеф-редактор отдела информации сдактского дома спорт экспресс говорим об олимпиаде грядущие о нашем недопуске допуске обо всех скандалах которые с этим связаны да нам тут написали вот написал наш слушатель павел и пишет он следующее вот слушаю вас и думаю оплатим 15 миллионов появится следующий и снова будем платить это вопрос звучало в прессе что если не согласимся не пустят на следующую олимпиаду они получится ли так дай коту сметану захочет еще а под при таких раскладах найдут ну да могут найти по вот принципе мы знаем там и другие требования которые к нам выдвигались здесь либо мы верим людям либо не верим и есть шанс да то есть мы не знаем что будет после того как будут выборы же двадцать первом году снова президента мог может быть до 21 года с и будет все хорошо учитывая наши договоренности нынешние потом нам скажут типа извините ребята вот давайте все 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 снова но здесь выхода нет либо сейчас объявлять какую-то полномасштабную войну да и непредсказуемыми последствиями на не знаю что было бы да если бы мы сейчас объявили бойкот вставляете там это меньше мере вернулись бы во время холодной войны там спорте или там еще покруче было бы что-то ну либо пытаться поверить нашим партнером и не другом не кто-то кто-то сейчас кто-то сейчас мог для нас ну и попытаться вырулить из этой всей ситуации я думаю что нам сейчас только не хватало войны смог а не будет ли такое что вот у нас же есть большая мировая политика и вот они санкции мы санкции они санкции вот это вечные качели и мне будет не может ли это такая ситуация повторится в спорте ну надо понимать что для спорта все-таки это такая история у нас весь с наш российский спорт заточен под олимпиады и если мы вдруг вместо олимпиад начнем проводить какие-нибудь игры доброй воли или там спартаки аду народов ссср не знает что там еще но это как бы перевернет весь спорт с ног на голову и короче система рушится система обрушится да ну может быть в этом ничего страшно может быть и полезно да там нам иногда выступить на спартаке оди некоторым из наших спортсменов но 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 в целом но это потрясение которые мне кажется сейчас мне не нужны просто важно сказать что вот-вот начнется новое соседание да да сейчас будет буквально через 10 минут начнется олимпийское собрание которое должно окончательную точку поставить в желании наших спортсменов ехать они вчера объявили что хотят и олимпийское собрание сейчас это должно одобрить и нас после этого ну такого слова замок будет то есть россия уже все свои слова сказала то есть ждем результатов ой друзья остается не так долго до олимпиады в пхенчхане очень нужна нам сейчас поддержка остается не так долго до всего и до олимпиады и до чемпионата мира по футболу и некоторые вопросы остались все таки открытыми пока как открыты они стоят будем ждать их растертыми объятия спасибо вам огромное за интересный разговор ждем вас гости еще я напомню нас гостях сегодня был шеф-редактор отдела информации из дальского дома спорт экспресс олег шаманаев друзья никита некрасов лиза калинина мы с вами прощаемся до завтра и хочу напомнить что все подробности аналитика интервью вы можете найти на сайте издательского дома спорт экспресс будет ли информация может быть как трансляция на сайте издательского дома спорт экспресс с этого заседания который сейчас новость друзья все интересующиеся бегом на сайт издательского дома спорт экспресс до завтра пока всего доброго до свидания хорошего дня